Раньше вы с этим образованием кому-то обращались? У Елены родинка живет на неудобном месте. На животе и сослов нижнекамки постоянно подвергается трению. А это, по мнению дерматологов, бомба замедленного действия. Пока родинка в спокойном состоянии, лучше ее удалить. Сказали, что все хорошо, но лучше ее удалить. Такого ничего злокачественного нет там. Просто она находится в более травмическом месте. Однако наличие крупных родинок не означает, что их обязательно следует удалять. Прежде врачи их проверяют вот таким инструментом – термотоскопом. Это своего рода сильная лупа, которая просматривает слои кожи. Исследовать свои пятнышки и новообразование сегодня мог любой желающий. Нижнекамский прошел день диагностики меланомы. В прошлом году осенью была женщина, у которой я заподозрила меланому. Она была направлена на консультацию к онкологу. Это было образование черного цвета на щеке, типичное место. В группе риска также находятся люди со светлой кожей, быстро и легко сгорающие на солнце, чьи родинки быстро начали расти, изменили цвет или форму, и у кого в семье были случаи заболеваний меланомой. Лица, у кого очень много пигментных образований на коже, должны себя осматривать как минимум два раза в году. Это полное обследование с осмотром волосистой части головы, конечностей, туловища. Спина, которая неудобна для диагностики, она может быть осмотрена или с помощью зеркала, или с помощью ближайших родственников. И, конечно же, весной и летом на солнце необходимо соблюдать правила безопасности, пользоваться солнцезащитными средствами и не увлекаться солярием. Провериться нижнекамцы сегодня смогли не только в КВД на Студенческой, но и для удобства горожан прием был организован в отделении медосмотров по адресу Шинников 43А. Гульяник Матулина, Ренат Харасов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова